Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка.Найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе, распил ДСП, готовые к работе элементы из МДФ, детали из стекла и зеркал любой сложности, яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69-4-0. В Котельниче арестован 33-летний Сергей Сметанин. Молодого человека обвинили в убийстве с собутельника. По данным следствия, Сметанин ремнем задушил 63-летнего Василия Безденежных. Тело потерпевшего обвиняемый спрятал в подполье. В день убийства обвиняемый Сергей выпивал в доме потерпевшего. Затем, по его словам, он лег спать, а хозяин дома заставил его идти в магазин за водкой. Будил спящего гостя Василий ремнем. В итоге словесный конфликт превратился в рукопашный бой. По словам обвиняемого Василия, он душил около 10 минут. После чего проверил пульс потерпевшего и решил скрыть следы преступления. После заявления в полицию Сергея Сметанина задержали. В кармане у него обнаружили ключи от дома потерпевшего. Сейчас обвиняемый арестован. Он дает признательные показания. Известно, что мужчина был судим за разбои, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В прошлом году он освободился из тюрьмы, и теперь его ждет новый срок до 15 лет лишения свободы. 20-летнюю серийную воровку задержали сотрудники полиции в Ленгасово. Девушка вошла в квартиру жительницы поселка и незаметно похитила у нее сумку с деньгами. Ущерб составил почти 14 тысяч рублей. Как стало известно, таким образом подозреваемая украла деньги не в первый раз. Сейчас полицейские проверяют, обо всех ли эпизодах крашем рассказала девушка. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. Как стало известно, за квартирные хищения подозреваемые уже ранее судимы. В Кирово-Чепецке неадекватный пешеход подставился под машину с камерой. Судя по видео, пьяный пешеход зацепил еще один автомобиль. После инцидента разговора с ним не получилось, он спровоцировал драку. Впрочем, Буяна удалось усмирить. Водители удерживали его до приезда полиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова